Добрый вечер. А теперь о главном. Президент Дианбеков провел сегодня заседание Совета Безопасности, на котором были подведены итоги работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, а также представлен проект государственной стратегии по коррупции. Президент заявил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией, объявленная в феврале 2018 года, как раз на заседании Совбеза, будет продолжена. Но есть сильное сопротивление. Два года я уже говорю, устал уже. Вы все оказывали сопротивление. Все госорганы сопротивлялись. Это же факт. Приведу только один пример. Сколько раз я повторял, чтобы присоединились к электронной системе Тюндук. Вы в нее не входили. Не хотели к ней присоединяться. Мы силой заставили. Приводили вас сюда. На Совет Безопасности спрашивали, почему вы не вступаете. Давали предупреждения. Объявляли выговоры. Гонялись за вами и еле присоединили. Доклады сегодня сделали премьер Буронов, генпрокурор Джамшитов, председатель ГКНБ Опумбаев, глава финпола Таиров, которые, естественно, рапортовали, что борьба идет действительно бескомпромиссная. Приводили цифры и примеры. Если слушать руководителей госорганов по любому вопросу на любом совещании, все в стране развивается так, как нужно, если не считать кое-где порой отдельных недостатков. То же самое говорилось и говорится и на других заседаниях и встречах не только Совета Безопасности, но и как правительство, так и парламент, а также других структур. Однако на более низком и среднем уровнях, которые как раз и доступны населению и которые видят рядовые граждане ежедневно, сокращение коррупции как-то не очень замечается. Может быть, на самом высоком уровне ее нет совсем, но для народа важен его уровень. Если в высших эшелонах власти коррупции нет, но на более низких ступенях она процветает, то для чего и для кого работают руководители госорганов? Для себя или для народа? Они могут радоваться тем, что сами не воруют, но разве от этого легче простому народу? На том памятном заседании Совбеза 8 февраля 2018 года президент заявил, что сами правоохранительные органы коррумпированы, поэтому и расцветает криминал. Главная причина отсутствия успеха в борьбе с организованной преступностью – это коррупция. Без участия высоких чинов в правоохранительных и судебных органах невозможны были бы такие большие денежные обороты в криминальной среде. Если бы силовые структуры не были коррумпированы, криминальные группы ничего не могли бы сделать, даже шагу не могли бы ступить. Если дать задание, два сержанта и два лейтенанта все закрыли бы. На заседании Совбеза 24 января текущего года президент снова подверг критике правоохранительные органы, судебные органы и другие силовые структуры, которые не способны или не хотят наказывать представителей криминальных кругов. А те уходят от наказания и виноватыми выглядят государство и лично президент. Потому что люди думают, что все органы, все свои дела делают только по указке сверху. И это касается не только судебной системы, не только органов прокуратуры, а всех. Но многие в обществе думают, что это я сделал, как будто я дал указания, будто бы я поставил такую задачу. А вы сидите тут все как размазни, как ни в чем не бывало. Вот так теряется доверие народа и общества к государственным органам, к государству. И вы делаете все это открыто и нагло, а потом не исправляете. Это что за глупости? Секретарь Совета Безопасности Дамир Саванбаев представил сегодня членом Совета проект государственной стратегии на 2021-2024 годы по противодействию коррупции и ликвидации ее причин. По его словам, в стратегии предусмотрено 82 конкретных мероприятия и прилагается конкретный план реализации. А также разработаны индикаторы, по которым можно определять, на какой стадии в том или ином органе находится исполнение стратегии. Ликвидация коррупционных схем в государственных органах даст нам возможность развивать все сферы. В том числе это положительно скажется на социальных и экономических секторах нашей республики. Поэтому крайне важно, чтобы мероприятия, отраженные в стратегии, были реализованы всеми государственными органами строго до 2024 года. При этом не надо ждать наступления сроков исполнения мероприятий, а начать реализацию антикоррупционных мер сразу же после утверждения стратегии. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аэб. Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok